Мы вернулись, пока ждем Гришу, запустим ту самую игру, которую недавно обозревал АВКН с оригинального Супер Фомикома, прошу заметить, на оригинальной консоли будем играть. Немножко об игре я расскажу. Как вы видите, по обложке игра предназначена для Супер Фомикома с диск драйвом. Была она не на картриджах, а на дискетах. Вот, в принципе, ну, конечно, не очень хорошее качество, но можно понять, что она вот была на дискетах. Так, я критикую, ничего не вижу. Да, и критикую. Так. Стоп, очень-очень, музыки нету. Странно. Как же мы... А, вот. Так, люди, подскажите, как там громкость этой шикарнейшей музыки. Так, вот. Сейчас мне будет полегче кропнуть. Так, сейчас все будет. Вот. Все нормально. Все нормально. Старый, добрый, добрый, ламповый SNES. 95-й год. Happy Soft. Ну, все мы знаем, что в 97-м году... Ну и так далее, как переводило. Ну, кто от кого смотрел. Все знают сюжет. В принципе, пересказывать. Пересказывать. Ну, я не очень вижу смысла. Да, на флешкарике. Потому что этот трэш купить, как говорили, вообще не получится. О-о-о, у нас тут сцены 18+. Что-о-о? 18+. Ну да, расчлененка, смерть. Я только что прокакивал первую жизнь, так скажем. Мягко говоря. Напоминает. Нет. Что-то... По-моему, как... А-а-а. Блин, крыл. Напомни. Э-э... Как Warquick Kermes обложку для альбома сделал. При... Прибил своего друга. Пришип. Вообще насмерт. И трупак его поместил на облогу. Хотя, по-моему, это был его друг. Из группы Мэйхон. И что-то путают. Напомни. Это там было вообще. Все вы, ребятки. У-у-у, автомобили. Так, вроде бы... Римежские, черные методы. Бездорожье, как бы, без предела. А, и пронимус. Как? Кстати, заметьте, какие трупы интересуют. Вот тот тот самый босс. Но он меня побежил, потому что я так теклу к нему не пришел. И думаю, увы. Ну, все бывает в первый раз. Да я запускаю его, считаю. В первый раз. Ну, и... Вы чего? Это... Гонконг 97, как вы можете не знать об такой великолепной и шикарной игре. Ну, вот. Если повезет, то у нас будет на канале единственное прохождение этой игры. Где-то конечно не получится. Хе-хе-хе-хе. Знаешь... Unf-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. вот это есть ой черт крылья конечно все это пересматривать приходится не слишком слишком много лучей попросы не успел о хорошо у меня в окне просто все кей не добилось так ладно надо собраться как не задело В чате, да, у тебя Басы все уничтожились Весь в лучах Ну да Насчет Снеса скажу То, что я на 3DS опробовал Эмулятор Снеса В принципе, играет нормально Но я решил Такой поиграл, ну, про Дональда Дака, который выходил Только в Японии на Снесе Я такой, ну, нормальная игра вроде бы Запускаю, там прохожу чуть дальше И там появляется уровень Который полностью построен на Mode 7 У меня в первый раз от Mode 7 Начали слезиться глаза Честно Я не верил, что Говорят, вот у меня от Mode 7 Слезятся глаза, ну, это вроде бы нормально У меня тут вот Действительно слезиться начали Здесь? Ну, в смысле, в той игре Про Дональда Дака Которая была только в Японии Серьезно? Блин, быстро попадает Что же делать, хардкор Главное, победить босса И игра будет считаться пройденной Блин Блин Эти люди выходят очень быстро И стреляют в тебя Просто из-за автомата Вообще, чудо, что эту игру Перевели на английский Даже на китайский Я, походу, когда общаюсь Это чья-то дипломная работа Так было вообще прокатило на самом деле Хотя, я вообще удивился, что Флэшкарик мой Вообще это записал, потому что Такие вещи, как Адулсманга Вообще не воспринимает Он пишет неизвестный формат А тут... А чем Адултманга-то? Я не знаю, он говорит неизвестный формат Я не знаю, в чем дело Там как бы... Это слишком суровая игра А тут он такой Ну, и запустил Все Хе На Адултмангой Я уже говорил Ты еще раз Напомнил Блин Это игра? Это Она держалась на сайте Да я знаю Если что Она просто На приставку кулички Нет Она держалась, по-моему Она была постоянно На втором-третьем месте В топе Игр на SNES Блин, она на PSP Нажимаешь там Чтобы Переключать картинки Надо нажимать select На PSP И это не работало Приходилось Самый точный эмулятор качать Чтобы вообще Вон Select работал Я какие только версии Не пробовал И сам Тип написано Самый точный SNES эмулятор Он у меня Дико тормозил Но работал И на PSP, конечно Эмуляция SNES Подкачала Ну, как смогли Снес, что она Такая билетка Мегадрайв Это идеальная амуляция Ну, да Мы вообще постарались Как же там Забыл, как называется эмулятор Самый-самый точный эмулятор Но он еще в ретрофке есть Мегадрайв Да, 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 да Самый точный Он даже Даже Титан овердрайв Не прочухивает, что это эмулятор А он говорит, что Если вы на каком-нибудь эмуляторе Запустите, он говорит В какой-то момент Твой эмулятор сосет Ну, там написано Су и 2X Ну, как понятно, что сосед Имеется в виду Ну, когда он там 512 Никита селился в этой игру Ну, темпу Я, кстати, показывал ее У меня на канале Есть тот самый стрим, где я БТП показывал На Мегадрайве Конечно, блин Хренов, что БТП на этом карике Тож не запускается А так было бы классно А чтобы запускался Надо покупать дорогой флеш-карик Стоит там, конечно, блин Не знаю, там Раньше тысячи стоил Нет, PSP Он как бы тянет Проблема в том, что Эмулятор говно Есть, допустим Есть порт Есть, допустим, снастил Он медленный сам по себе А потом сделали На него основе Его там модифицировали Он стал работать быстрее Но проблема в том, что Либо многие игры Подтормаживают Либо Пропадают спрайты Либо еще что-нибудь Допустим, вот я Допустим, у Killer Instinct Или даже Donkey Kong Country Там вообще невозможно играть Если там Тормоза просто дичайшие В Супер Костле 4 Там можно Но там Пропадают спрайтики Дракуха Нормально вроде Но вот то, что Проседание регулярно Это факт Это вот Я вот из-за этого Аладдина не смог Пройти Последний Потому что у меня начинает Дропаться прыжок Там Ну, самый последний уровень Где Джафар Змея Я вообще не мог пройти Потому что у меня все Дропалось Весь этот прыжок Почему-то Я не понял Ну, я так и в конечном итоге С Нессовский Аладдин и не прошел Это в то же время Как ПК-драйв Мега-драйва Ну, я понял Да ТПСП Поддерживает Поддерживает все отлично Никаких вообще претензий И в том числе Сигу-сиди Сигу-сиди Ну, разве что Да Трехкнопочное управление Но это большинство игр так Так что Таких Ну, если что Можно настроить На шифты И треугольник Можно там По дефолту Нужно Раскладка Так что Ну, да У меня, кстати До Этого Пика драйва Он был другой У меня Тот, что Там требовал Ядра Один с половиной Не помню Уже название Legacy Кстати, я вот Так и не разобрался Как Legacy Фигачить Ну, у меня PSP С этим ядром Один с половиной Есть Но я с него Стримить не смогу Только если Там, через камеру Какую-нибудь Хотя Продавалось раньше Устройство Чтобы с PSP-1000 На телек Выводить Но оно стоило 800 рублей А я тогда был Школьником Денег не было Можно так сказать На 360 Мегаминекс На полубосе Водный шарик Тормозит Ну, есть Ретрар Там на Крайний случай Библиотеки Там, по-моему, норм Под SNES Хотя, если честно SNES 360 Там лучше Эмуль На 360 Там остальные Тоже Тоже Какую-то говницу Честно говоря Хотя Я с этим И развлекался Сейчас Слишком быстро Умираем Играть Так Ничего Ничего Не поделаешь Никак не Срастусь С местной Физикой Там даже Вот SNES 360 Там даже Прикольно Че Спускаешь Там оболочки Такая красивая С музычкой Но Но В остальном Все Кладка Музыка 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 Заслушался Позитивчик, да? Да Главное Непрерываемый Да Да Главное да уж вообще чудо что нашли этот дамп и выложили в сеть вот было бы прикольно если бы держался кому-то попался этот карик вот было бы просто забавно какая бы психику у него тогда было супер фамигонский геймпад вообще отличный не то что этот китайский я там попытался сразу все просирал тут уже как-то может по диагонали даже нормально ходить смотрите у нас босс ну что ж поделиться ладно ул сан понимаешь фдс как бы да дискета но она же была на фами коми это супер фами ком и у него свой привод был супер семейный компьютер да все таки классно что у супер фами ком умеет запускать американки просто пили ножки пластиковые и все а европейская она сразу все просирается подпилив ножки у карика мне не у карика там на дне на дне пост победил сразу на дне вот это картиж картичного слота типа ножек есть таких которые не даются вставить карик если их отпилить то будет все нормально а американский в японский нормально а свои то пойдут после да 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 мы отпиливаем только пластмассу и все норм все отлично системы европейцы вообще как обычно проблемы огребают с этим блин хотел пошутить про европейцев и ориентацию но не стал что ну ты понял ну да блин да блин нинтендо она вообще что только не делает она даже на вью геймпады делает региональное ограничение вы представляете вот нинтендо отожгла там даже было заявление что вот это амибо для старых 3ds будет с региональным ограничением но чувак уже опроверг это говорит ничего подобного он проверил у нее японский 3ds был ну в америке купил как бы в америке как бы еще продажи не начались в америке но это просто где то там работает он говорит что ничего подобного ограничений нету вообще эти региональные ограничения реально бесит вот ты хочешь например поиграть тоже на 3ds школу dxd которая вышла только в японии вообще посмотри что это за игра даже а нет у тебя региональные ограничения ты карри купишь а запустить его хрен сможешь мягко говоря ты чё хочешь чтобы обречь бедную несчастную нитендо на бедность и не купить лишь себе лишнюю консоль пускай и другого региона смерт через какие-нибудь оплатные не бывает кстати на мы имеем что то читал причине читал на ю тубе чего видел он говорит типа вот но он расхвалил поиск 4 мог вот теперь на поиск 4 не будет региональных ограничений а на поиск 3 типа они были я такой ну чувак у учитывая что ты это говоришь что вообще не разбираешься в поиск 3 хоть имеешь консоль потому что PS3 не имеет ограничения есть только одна игра которая имеет ограничения то если у тебя европик и эти ограничения тебя вообще не касаются Persona 4 Arena если играть на японской консоли в американский диск он скажет то что вот у вас не тот регион и все это единственная игра которая так делала все остальные все регион фри а вот на иксбоксе с этим посложнее ну да кстати я клан над не за этого не мог поиграть на иксбоксе если кто кто то знает что это вообще за игра хотя фрибут это дело спасает ну да там почти спокойно спокойненько играешь если хочешь но тем не менее вот он было и есть кстати насчет байонета я скажу она вышла там я не знаю там в ноябре не помню уже какого года японская версия она была регион фри то есть можно было купить лицуху японскую и играть на европейке хоть на американке нормально а ну хотя в регион фри то игры да кстати вот это вообще отлично были некоторые там кажется две японские игры которые были регион фри так 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 собака слишком хитрый этот босс разлучить полностью я не знаю с тем же успехом можно продать в военном консоли чтобы они вычисляли для их нужд как они пестрик купили кучу сделали из них вычислительный кластер главная консоль пестре умеет хорошо вычислить при этом плохо играет в игры запускает точнее так это да это было вообще народу делали куча народу открывали пестрее именно чтобы собирать из них кластера вот такое было пестрее линоку ставили кстати вполне официально а потом когда один эээ не знаю в зависимости от стороны человек с помощью линукса вы вынул ключи шифрование пестрее после чего взломали пестрее они они убрали эту возможность поэтому все типа пишут люди те кто пользуется линуксом пожалуйста не обновляйтесь а потом хакеры научились на слинках устанавливать линукс линукс кстати на их на 360 когда фрибут ставишь по сути тоже пестрее что бы у тебя был жесткий диск на ps2 то есть на фэдках на слинках нет жесткого диска если у тебя есть фэдка ты сможешь играть точно к зел или даже к зелу после сделали типа типа загрузчик ты нужен что ты ты жмешь на кнопку выдвижения лотка с флешки там запускаются программы ну и в том числе нужен для перепрошивки давайте где где этот босярий ган вообще чудо что чувак запилил вообще хомбрюшку на супер фамиком у чёрт замешкался и вот тебе всегда кока-кола эта игра немного напоминает хотя немного совсем там упортости в этом смысла больше хотя упортости примерно такая же это бивер за ластайков и там заперемую бутылку летаешь ха ха помню помню этот стрим ну вот эта игра свободна и вы можете менять все что хотите тогда им в чем я ее так запустил как то второй раз поражать я не могу ее пройти больше главный стрим прошло ну да один раз главное это получилось то со второго раза Вообще сейчас, кстати, на 3DS ходят такие слухи, что можно взломать 3DS, скачав бесплатную фритоплейную игру, то есть если ее скачать, то там хакер сказал, что возможно в скором будущем он выпустит на нее хак, то есть возможно с помощью бесплатной игры запускать хоум-брюшки всякие на 3DS. Я уже заценил парочку, тот же эмулятор с NES, который, кстати, не тормотит, как я говорю. Там на нижнем экране классно пишет, какой тип рома, какая там память, ну конечно он глючит порой, но некоторые игры нормально, он даже показывает то, что используется ли сейчас Mode 7 или нет. Ты милая. Так, Кейма проигрывает. Ну блин, игра такая еще хардкор еще, какую. Тем более, босс-порт вообще неадекватный. Это вообще чудо, что я вообще на железе это играю. То есть вообще, что я это играю. Кто вообще взял с собой? Действительно. Давай. Как там? Конечно, вот там. О! О! Все, люди, мы прошли! Мы прошли! Гонконг 97! Можно аплодировать. Можно даже стоя. Все, единственное прохождение на канале ДФ. На стриме прям. Красава! Ну что, там Гриш не подошел? Не знаю. Да, и игра идет во второй цикл. Ну короче, ну, по крайней мере, мы прошли эту игру. Чудеса люди, просто чудеса. Я не знаю, мы можем еще немножко потянуть время. Можем продолжить вот это, или давайте я предложу, выбирайте любую игру на SNES. Игру? Ну это же игра. На великое и ужасное. А, может, давайте как раз я запущу того самого Дональда Дака. Я просто сделаю в том, что в 9 часов будет червих. Так я и говорю, потянем время до 9. О, Гриша пришел. Ну, тогда отлично, тогда не будем тянуть в то время. Тогда, сейчас будет Гриша, никуда не расходимся.